День знаний в новых классах учащейся девятой школы вернулись в родные стены после капитального ремонта. День знаний в нефтянике. Семья Иран-Дюганск-Нефтегаз пополнилась еще почти на 100 молодых специалистов. База НАТО, ее видно отсюда, вон наблюдательный пункт. Взяли штурмом нефтьюганский аэропорт. На базе Центра технических видов спорта впервые прошла региональная военно-спортивная игра. Новый облик девятой школы. Сегодня в День знаний прошло торжественное открытие образовательного учреждения после реконструкции. Качество ремонта, новую мебель и оборудование после праздничной линейки оценили учащиеся городские власти и руководство главного инвестора гранд-образующего предприятия «РН-Дюганск-Нефтегаз». Алена Храброва сегодня пошла в первый класс. Как выглядела девятая школа до ремонта, девочка не знает. Зато то, что увидела сейчас, ей понравилось. Говорит, хочется быстрее зайти в класс и начать учиться. Внимательно слушать, не отвлекаться, чтобы у них не было двоек и они хорошо учились. Обновленные стены, надеется будущий выпускник Максим Павлов, помогут ему окончить одиннадцатый класс с золотой медалью. Он все десять лет получал знания именно в девятой школе. Сейчас, говорит, ее не узнать. Разница очень сильно ощутима. Школа совсем изменилась. Не похожа на свою старую. Наверное, в этой школе все будут очень хорошо учиться. Девятую школу начали ремонтировать в июне 2012-го, а закончили в рекордные сроки, спустя год, как раз ко Дню Знаний. На реконструкцию и благоустройство объекта потребовалось 202 миллиона рублей. Сегодня мы открываем современное, отвечающее всем требованиям здания. И я благодарю всех, кто внес свою лепту в реконструкцию и оснащение этой школы. Я еще раз поздравляю вас с открытием новой школы. Теперь, дорогие ребята, дело за вами. Мы ожидаем от вас хорошей учебы и новых побед. С праздником! Мы действительно сделали великое дело. Мы за один учебный год свершили вот это чудо. Я от имени администрации хочу сказать, что в добрый путь, ребята! За знаниями! Спасибо! Львиную долю средств на капитальный ремонт девятой школы инвестировала компания «Роснефть». Генеральный директор РН «Юганснефтегаз» Игорь Жерж поздравил всех с началом учебного года и отметил, что вдвойне приятно, что ремонт сделан в срок. Он уверен, что в такой школе всегда будет тепло, уютно и комфортно. После торжественной линейки учащиеся отправились по классам, а почетные гости на небольшую экскурсию. За этот год здесь обновили все учебные помещения – коридоры, актовые спортивные залы, вестибюль и столовую. Заменили инженерные сети от электроснабжения до водоотведения, установили видеокамеры, провели благоустройство территории и спортивных площадок. Мария Сераева, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Нефтьюганские школы сегодня распахнули свои двери почти для 12 тысяч учеников. Из них 1100 человек впервые сядут за парты. Во всех образовательных учреждениях состоялись праздничные мероприятия. Как День знаний отметили в седьмой школе, смотрите в сюжете. Педагоги седьмой школы в этом году будут обучать 54 первоклассника. Первые минуты праздничного концерта, посвященного Дню знаний, гостям представили два класса – А и Б. Оказалось, это еще не все. Всего три дня назад был издан приказ в департаменте образования и молодежной политики города Нефтьюганска, что на базе нашей школы открывается еще один первый класс. Потому что столько учеников желают учиться именно в этой школе. С праздником всем! Последние две недели самые активные ученики и даже дошколята потратили не на положенный летний отдых, а на репетиции. Учили песни, танцы и ставили сценки. К сентябрю, к сентябрю я друзьям цветы дарю. Раз букет, два букет. Есть подарки, кумбу нет. Глядя на первоклассик, Александра Мартыненко вспоминает себя. Сегодня она одна из тех учеников, которыми школа гордится. Учится в педагогическом классе. В этом году здесь впервые выпустят будущих учителей. Для меня это очень большая возможность, так как к нам приезжают учителя с Ругута, с Ханты-Масийского в этом году будут приезжать. Нас обучают разным специальностям, которые есть в институте. Выпускники пят-класса смогут работать сразу после школы. Им вручат удостоверение помощника-воспитателя. Главное сейчас подготовиться и показать хорошие результаты на ЕГЭ. Этот праздник близок нам всем, потому что каких бы высот человек не достигал, путь к нему начинается именно со школы. И вообще я считаю, что годы учебы – это самые лучшие годы жизни. Потому что именно здесь мы находим верных друзей. Мы здесь определяем свои способности. Первый школьный звонок в новом учебном году дала Дарья Дозорова. Девочка призналась – к учебе готова. Писать и считать научилась, а вот с чтением пока не получается. Я думаю, что научусь к всему и пойду работать в ветеринар. Я хочу на пятерке учиться. Зачем? Чтобы потом на пятерке мне можно было покупать животного. Пока Дашу дома ждет только попугай Кеша. Но если весь год она будет учиться на отлично, то купят еще кого-нибудь. Это обещание мамы. Родители говорят, подвезти не должна. Я считаю так, что что давно моей дочери, так она и будет учиться. Не надо ее заставлять, ругать не надо. Она вчера, мама, можно я говорить, лягу сегодня пораньше, мне же завтра рано вставать. Конечно, она очень хотела идти в школу. По традиции после праздника педагоги встретились с родителями и учениками. Поговорили о делах насущных и сфотографировали на память своих детей в красивых нарядах. Мы из Кадетска эту фразу всегда с гордостью произносят ученики 4-й нефтьюганской школы. Сегодня более 700 учащихся вновь пришли на торжественную линейку, чтобы встретить начало нового учебного года. С теми, кто в этом году впервые примерил кадетские погоны, познакомилась Ольга Кондрашина. Четвертая школа в нефтьюганске по праву считается особенной. Именно здесь воспитывают патриотов своего города, округа, родины. Среди 29 классов, которые обучаются в этом образовательном учреждении, 19 носят гордое звание кадеты. И желающих носить погоны с каждым годом становится все больше. Я на линейке 1 сентября просто обожаю родителей 1 класса. Вы знаете, они такие молодые, независимо от возраста. Они приводят к нам ребенка в первый класс. Впервые, маленькие. Они совсем еще юные эти родители. Приводят уже внуков к нам, и они все равно юные. Сегодня за новыми знаниями сюда пришли почти 80 первоклашек. 50 девчонок и мальчишек наденут кадетскую форму и возьмут на себя огромную ответственность перед целым городом. Ведь школьники в погонах всегда участвуют в самых важных мероприятиях нефтьюганска. Мы действительно гордимся нашими школами. И к юбилею школу номер 4 мы подарим новый спортивный зал. Даже здесь есть два спортивных зала. День знаний – волнительный день для всех учеников и родителей. Но больше всех переживают именно первоклассники. Беззаботное детство осталось позади. Впереди семилетних детишек ждут тетради, учебники и школьная жизнь длиною в 11 лет. Я сегодня встала в 8 часов. Потом мама отвезла старшую мою сестру в школу. Потом мама приехала и начала меня заплетать. Потом мы начали все вместе одеваться и поехали. Я готова стать взрослой и учиться уже. Школьные двери по всей стране откроют для 13,5 миллионов детей. При этом впервые за парты сядут 1,5 миллиона первоклассников. В целом по России к новому учебному году капитально отремонтировали более 5000 школ. Откроются 42 новые. По словам премьеры Дмитрия Медведева, на финансирование региональных систем образования в этом году направят порядка 40 миллиардов рублей. Простая экономика далее. С 1 сентября в России начали действовать новые штрафы ГИБДД. Минимальное наказание, например, за управление машиной без документов или страхового полиса вырастет со 100 до 500 рублей. Нетрезвые автомобилисты теперь рискуют не только лишиться прав на полтора-два года, но и 30 тысячами рублей. Такой же штраф выпишут тем, кто отказывается от медицинского освидетельствования. Если водитель повторно сядет за руль пьяным, ему будет грозить максимальный штраф. 50 тысяч рублей и лишение прав уже на три года. Ознакомиться со всеми изменениями можно в таблице, которая размещена в нашей официальной группе ВКонтакте. Нефтьюганские полицейские закрыли очередной нелегальный горный клуб. Изъято 7 одноруких бандитов. Мини-казино находилось в помещении торгового центра «Витязь», расположенного в 14 микрорайоне. Сейчас помещение опечатано, назначена экспертиза игрового оборудования на предмет соответствия с требованием законодательства. Ремонт закончен досрочно. В Сургуте открылся мост через ОПП. Напомним, ремонтные работы проводились в круглосуточном режиме, поэтому в этот период для проезда по мосту было организовано реверсивное движение. Специалисты «Северавтодора» планировали завершить работы в середине сентября, но справились с заданием досрочно. Теперь выезжать за три часа, например, в сургутский аэропорт, необходимости нет. Путевку в жизнь получило новое поколение профессионалов. В Нефтьюганском корпоративном институте состоялось посвящение молодых специалистов в нефтянике. 98 выпускников профильных вузов, которые только приступили к работе на производстве в компании «Рентьюганскнефтегаз», прошли традиционный обряд посвящения нефтью. Церемонию посвящения по традиции открыли руководители «Рентьюганскнефтегаз». Как отметил генеральный директор Игорь Жерж, многое сейчас зависит от самих начинающих нефтяников. По его словам, труд молодых специалистов никогда не останется незамеченным. 98 новобранцев только приступили к работе в процессных управлениях общества. Многие из них окончили лучшие нефтяные вузы России. По словам руководителей, с постоянным ростом производства у молодежи появляется все больше возможностей реализовать себя. У нас большое интересное предприятие. На нем очень много производственных процессов протекает. На нем интересно учиться. На нем можно развиваться. На нем можно добиваться карьерного роста и осуществлять любые свои пожелания. Хочу вам пожелать, чтобы вы не затерялись в нашем большом коллективе. Мы всегда любим энергичных людей. Замечаем их, ценим. Ну и все люди, которые сегодня стоят перед вами, они все начинали вот именно с этого. Посмотрите, есть результаты. Чтобы стать нефтяниками в «Рентьюганскнефтегаз», эти выпускники вузов прошли жесткий отбор. Сначала на практике, еще в институте, затем на собеседовании. Руслан Сатаров говорит, такой прием запомнится надолго. Было очень трудно, было много вопросов по учебе, по всем знаниям полученным. Ну, после собеседования я его прошел хорошо, мне дали положительный ответ. По доброй традиции предприятия молодые специалисты прошли обряд посвящения в нефтяники. В память об этом событии начальники процессных управлений помазали их нефтью, да и сами вспомнили, как смывали черное золото со счастливых лиц. 98-й год, дождь был, но это было начало сентября. Нас, правда, мало было. Никак было здесь, тут вся площадь будет заставлена. Нас было всего 6 или 8 человек. Таким образом, официальное признание молодых сотрудников полноправной частью компании состоялось. Кульминацией посвящения стала ответная клятва специалистов. Мы, молодые специалисты Юганск-Нефтегаза, торжественно клянемся! Клянемся! Успехов в работе добьемся! Добьемся! Хранить традиции общества будем, ничто вы не добыли, добудем! Клянемся! 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 Профессия нефтяника всегда была престижной, и мне тоже хотелось окончить такую специальность, чтобы я гордилась сама собой. Гордишься теперь? Очень горжусь! Очень горжусь своим городом, своим вузом, и спасибо Юганск-Нефтегазу, что подарила такую возможность добиться большого успеха. Общая фотография с руководством РН «Юганск-Нефтегаз» предвещала окончание праздника. Однако впереди ребят еще ждал необычный сюрприз. На несколько часов молодым специалистам предстояло почувствовать себя в роли первопроходцев. Таков замысел командообразующего тренинга. Партийный работник из прошлого сообщил, американцы пытаются помешать русским добывать нефть. Даже подложили взрывное устройство. Чтобы остановить отчет времени, надо отыскать ключ. Так, вот я вам выдаю карту, во-первых. Дальше. И вы у меня пойдете на задание, которое называется танк. Начинающих нефтяников в случайном порядке разделили на 9 команд. Отличительные знаки – цветные повязки. Так появились синие, зеленые, цветочные, пятнистые и так далее. Оператор по добыче нефти и газа Альфия Гориева попала в команду морской волны. Первое задание, которое предстояло выполнить – рогатка. Суть его проста – забить гол, а по легенде – поразить как можно больше единиц вражеской техники. Первое задание, конечно, очень сложное, но мы справляемся как можем всеми своими силами. Команда у нас хорошая, дружная. Познакомить коллектив и сплотить – вот основные задачи этого тренинга. В поисках ключа новобранцы искали потерянные реликвии на памятниках города, пытались включить освещение на вертолетной площадке, пользуясь забытой неприятелем схемой, и ходили по минному полю. Организаторы устроили молодым специалистам настоящий мозговой штурм. Закрыли их в автобусе, оставив практически без кислорода. Чтобы выбраться, необходимо было ответить на непростые вопросы. Количество литров в одном барреле нефти? 245, 158? 158, 158. Так, пятая, вниз. Точка назначения – памятник первопроходцев. Именно там американскими разведчиками заложена бомба. По итогам тренинга со всеми заданиями команды справились и нашли ключ к спасению и самого монумента, и нефтяных месторождений страны. Пять, четыре, три, два, один. Но взрывы в этот день все же были, правда не бомбы, а праздничного дневного салюта. Начинающих нефтяников наградили памятными подарками. Следующий праздник у молодых специалистов уже совсем скоро. В октябре общество добудет двухмиллиардную тонну нефти. И теперь ребята по праву будут причастны к очередному рекорду большой семьи Рен-Лиганскнефтегаз. Светлана Репсова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Взрывы, захват террористов и освобождение заложников. В эти выходные в новом аэропорту «Нефтьюганск» развернулись настоящие боевые действия. Принять участие в военно-спортивной игре «Штурм» в город приехали более 250 представителей страйкбольных команд. Югры, Ямала, а также Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. До начала основного действия зрители смогли увидеть выставку вооружения и показательные выступления действующих офицеров спецназа. Буквально за этим перелеском находится здание. В нем засело порядка 10-15 талибов. А вот вокруг войска Российской Федерации совместно с НАТО пытаются штурмовать этот дом и выкурить оттуда террористов. На самом деле это всего лишь военно-тактическая игра. У ребят настоящая боевая экипировка, но их автоматы это страйкбольные ружья. Они стреляют железными шариками. Именно поэтому на мне вот эти очки, которые защищают мои глаза, и красная кепка. Благодаря ей по мне не будут стрелять. Если верить самим ребятам, то со страйкбольного ружья может прилететь довольно серьезно. Согласно сценарию штурма, сейчас 2014 год. Силы НАТО начинают покидать территорию Афганистана. Чтобы стабилизировать ситуацию в страну, прибывают оперативные части Российской Федерации. На этом фоне происходит активизация местных криминальных структур. Лагерь РФ находится слева. Вон там вот, получается, где вот картинги заканчиваются. База находится здесь. База НАТО, ее видно отсюда. Вон наблюдательный пункт. Вон, короче, все находится. И база талибов, она в лесу вот здесь замаскирована. Единственный способ отличить врага – лента на кителе. Оранжевая русские, фиолетовая НАТО и зеленые талибы. Территория для боев в этот раз просто огромна, говорят страйкболисты. Порядка трех квадратных километров. Официальный старт игры 31 августа в 16.00. А вот завершится бой через сутки. Но это не единственное действие военно-тактической игры. Всего в Нефтьюганск приехали около 300 страйкболистов и страйкболисток со всего региона. Еще утром ребята устроили выставку вооружений. Тактический дробовик британских войск. Это, не знаю, покемонган. Называется полупулемет, полупистолет. Я не знаю, как она правильно называть. Это винтовка про нашу дачу. Посмотрите, это снайперская винтовка АВ-338. Переводится Arctic Warfare. Команда из Ноябрьска моделирует образ войск спецназа Британии. У них полностью идентичная форма и, конечно, набор оружия. Это не боевые винтовки и автоматы, а всего лишь страйкбольные ружья. Стреляют они металлическими шарами при помощи электрического моторчика. Почему ребята решили моделировать иностранцев, оказалось, дело в жизненных принципах. Я, допустим, служил в морфлоте. Товарищ у нас связистом. Кто-то у нас в других войсках служил. Мы не ВДВ, мы не спецназцы. Мы не имеем права. Я считаю, что это будет некрасиво, если мы наденем краповый берет, будучи там не служившим. Поэтому мы выбрали самый оптимальный вариант – это британские войска. Американцев мы не любим. Это какая-то непонятная колония. Британцы, немцы, американцы и даже французский легион. Пока одни рассматривали форму бойцов, другие увлеченно интересовались оружием. Этих ребят из Ханты-Мансийска вполне можно перепутать с реальными бойцами внутренних войск России. Здесь у нас представлено вкратце. Булемет Калашникова модернизированный ПКМ. Под 7,62 патрон. Винтовка снайперской системы Драгунова. Бросса 1969 года. СВД знаменитая. Автомат специальной системы АСВАЛ. К слову сказать, настоящие бойцы здесь были. Из столицы Югры на территорию Центра технических видов спорта приехал отряд «Гром» федеральной службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Захват преступников меньше, чем за минуту. Такого в реальной жизни не увидишь. И слава богу, шутят зрители. Сразу после того, как грянул гром, по соседству зарычал мотор боевой машины пехоты. Зрители воочию увидели возможности БМП по преодолению бездорожья и даже брошенных машин. А это уже страйкбольные команды. На броне нефтьюганцы и ханты-мансийцы ребята смоделировали захват базы террористов. Отработали на оценку отлично. Главное – без потерь. Это впервые в Югре. И очень знаменательно, что это проходит именно в Нефтьюганске. Военно-спортивная игра «Штурм», региональная игра. Это само мероприятие действительно несет в себе смысл привить определенные военные навыки, определенное понимание боевых действий. Действительно, молодежь должна быть готова защищать Родину. По словам организаторов, это только начало настоящей жизни нефтьюганского центра технических видов спорта. Уже готов проект по развитию территории местного аэропорта. Поэтому штурмует взлетную полосу точно не в последний раз. Алексей Путин сам увлекается тактическими видами спорта. Заместитель губернатора уверен, такие игры развивают вполне настоящие навыки. Я страйкболом никогда занимался, не занимался. Но пейнболу лет, наверное, 15 посвятил. Я могу сказать, что опыт очень серьезный. Сразу же понимаешь, как пули летают, как себя надо вести в любых условиях. Поэтому это и полезное мероприятие. Жаль, что у нас не так много детей, как хотелось бы это увидеть. Но я думаю, это у нас первый раз. Дальше мы будем все это развивать. Поэтому всем хорошего настроения, всем успехом, здоровья, счастья, успехов. И думаю, что вы действительно достойно продолжаете те традиции, которые были заложены еще в нашем пионерском детстве. Традиции зорницы, но сейчас уже все игрушки по-взрослому и формы по-настоящему. Ну что ж, удачи! Сегодня в День знаний мы решили спросить нефтьюганцев, как они готовились к празднику и с каким настроением пошли в школу. Рубашки походили по магазинам покупать. Еще мы купили в книжном магазине все. Тетрадки, ручки, карандаши, все-все-все. Дневник хороший у меня теперь. Встал с утра, погладил одежду, оделся. Собрался с мыслями и пошел в школу. Мне понравилось особенно выбирать рюкзаки. Там ух очень много было. И что ты выбрала? Выбрала вот такой вот большой, потому что тут более удобнее носить его будет. Мы увидели своих друзей, обрадовались и любимого учителя. Мы очень радостно пришли в любимую школу. Мы приехали только что из другого города, из города Смоленска. Выбрали вот эту школу по рекомендации. Понравилась очень школа нам, понравился учитель. Я хочу поздравить всех учителей, всех школ города Нефтьюганска. Пожелать здоровья, долгих лет жизни и всего самого прекрасного. Поздравляю всех первоклассников с Днем Знаний. Желаю им хороших оценок, верных друзей, всего самого лучшего. Хочу поздравить всех учеников с первого сентября. Пожелать, чтобы были здоровыми, учились и не пропускали школу. Слушались родители, обязательно. На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас» в Нефтьюганске. Делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи.